Я всех приветствую, братяки, на своем канале. Продолжаем с вами кровную вражду. У нас лагерь нильгардцев на повестке дня. На секундочку, надо его атаковать, быстро распетлять. А ну здорово, пацаны! Скрестим наши писюны. Так, напрасная надежда. Нильгардцы делали все возможное, чтобы отвертеться от службы с болотистым кишащим чудищем и ангрене. Те, кому это не удавалось, утешали себя, что они, по крайней мере, далеко от линии фронта. Надеялись дожить до конца войны, ни разу не встретив отрядов врага. А надежда, мать кого, мать его, сами понимаете. Обычный бой, два раунда, готовые. Порвем их всех просто на нильгардский флаг. Нильгардское солнышко каждому на жопе вырежут, собаки. Так, а ну че у нас тут? Это поменять? Ну не знаю, вот это вот отряд. Может быть вас ставить пока? Военная повозка как бы нам добавит людей. Это пока нет. Это пока да, но не знаю. Нам бы сейчас бы знаешь кого? Нам бы сейчас бы черную райлу бы. Не знаю, пацанва. Бляха, бляха, ну хорошо. Ладно, давай, допустим. Как смешно, ебать. Давай я тоже посмеюсь. А че ты броню с меня сбил? Разведчиком своим. А, не разведчиком, это он сам сбил. Нильгардский чемпион. Так, поныряню в бетона. Ну смотри. Я сейчас тогда быстренько тебя долбану разочек. Даже два, даже три. Ха-ха, моими пацанами. Так, хорошо. А теперь, а теперь пивко каждому за мой счет, ребята. Пейте, ну в меру и эту собаку не подпускайте кружки. Так, хорошо, отлично. О, пацаны нормально отгоняют. Когда, знаешь, когда панталон такой приближается к этому, к пиву такой. Уже только язычок высовываешь, чтобы полакать эти пацаны. Пошел нахуй отсюда. Еще больше не пил тут с наших кружек. Ты че, собака? Коронавирус же. У каждого своя должна быть. А у собаки не купили. Кружка не предусмотрена была. Кто ж, никто же не ожидал, что он алкашом окажется конченным. Так, давай сразу мы подпалим, подпалим. Просто поля вот, 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 все. Вот это вот. Сразу, брат, буду трясти. Потому что как же не трясти, когда надо трясти. О, пацаны пивко пьют, собаки не дают, а? Ха-ха, наши пацаны. Дивизия Магна. Дивизия Магна. Хуягна. Ах, подожди. После одного хода, в начале каждого хода, призывает копию этого отряда из колоды. И вот это мне уже не нравится. Может нам чучело пока поберечь? Я сейчас опрачника, опрачник есть. Так я тогда лучше вот так вот сделаю. Я вообще хорошо, ее спрятать легко. А сейчас ход, и Магна придет. Надо Магну срочно валить. Смотри, еще пришла Магна. А, он спасовал? Ты спасовал? Ты серьезно спасовал? И я спасаю тогда. А кого? Может нам кого-то забрать? Не? Никого не будем забирать. Оставим собаку с его пивом. Арбалетчики, надеюсь, его не допустят. Собака за этот бой ни разу глотка не сделала. Вот это, может реально Панталон смирился и типа, а это, решил закодироваться? Блин, да что мне эти карты такие подавали? Что это такое вообще? Ммм, ладно. Хорошо, как-нибудь проживем. Давай сразу я тогда выложу вот так вот. Нет ли у тебя чего пожрать? Пожрать? Ороли голодные, что твой молок. Попить уже тоже нету. В прошлом раунде осталось. Пошла, пошла! Сучьи, сыны, они Магну выкладывают. А у меня теперь даже ряда поджечь некому, понимаешь? Никому. Как тогда будем действовать? Что, смерти ищешь? Давай так будем действовать. Бляха, собака, сука. Надо Магну перевалить, потому что они будут Магной нас брать просто. Они будут реально нас Магной брать. Мой любимый цветок розовый. Ромашечка. На. Вот, а теперь вот так вот сделать. И Магну он больше выкладывать не будет. Или будет? Ты это, ты перестань Магнусу выкладывать. Бригада Импера укреплять... Ты серьезно, шо ли? Откуда он Магну постоянно берет? Ее убиваешь, она опять приходит. Давай этого чувака выложу. Он будет каждые три хода нам какую-то карту посылать. Отлично. Сейчас я немножечко, наверное, подшпионю. Вот тут вот. Блин, что-то у него, короче, ветераны пошли. Ветераны должны дома сидеть и пенсию получать, а не тут воевать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Смотри. Хотя пока не на что смотреть, хотя и рассмотри. Опа, вот это... Вот это по-нашему. Вдруг были друг услышать. Копию укрепляет, охереть. У него, короче, очень сильные карты. А этот же шпион, он повышается, когда перемещают. Понятно. Давай вот так пока до соточки поднимем. Счетоносец все-таки нам пригодился здесь. Теперь, теперь, теперь. Я кого-нибудь вольну. Арбалетчик по вашему приказанию признал. Тебя, к примеру. Блин, что они повышаются постоянно? Что происходит? А, он смежные отряды в начале каждого хода усиляет. Понял? Ах ты ж, тварь. Девять. Так, шестнадцать-шестнадцать. В принципе, можно вот так вот сделать. Все равно это нам ничего не дало. У них броня. Угу. Давай сотворим украшение тогда какое-нибудь. Это вроде не должно, но замечать. Отметьте отряды, усильте его на десять единиц после трех ходов в начале хода. Уничтожьте его вместе с этой картой. Три хода мы не выдержим. Добавьте отряду восемь единиц брони. Давайте лучше бронзовые отряды какие-нибудь сыграем. О, отлично. Прачник это хорошо. Это нам поможет. Блин, этот будет смежный... А, этот будет смежный усиливать или что? Укрепляйте этот ряд на три единицы каждый раз, когда в дальнобойном ряду появляется вражеский отряд. Усиливайте все отряды в вашей руке на одну единицу каждый раз, когда в рукопашном ряду появляется вражеский отряд. А, прикольно. Так, мы сейчас в дальнобойный ряды переместим, вот. Ну, не знаю, как-то так. Блин, а зачем я перед особой? Он же повышаться будет. Немножко затупил. Снова на фронт. Да ты охерел, а чего они такие сильные? 21, 20. А кого тут лучше забрать, чтобы потом вывалить? Еще раз. Немножечко. Кто-то такой самый-самый-самый сильный. Ну, вот тебя разве что забрать. Но пасовать тут не варик. Пасовать не варик, потому что там уже карта старая. О, бля, ебать! Может нам с пасовать? Доспехи их не способны. Ребзи, что делать будем? 23, 22. А нам хватит ходов для мэвы. Пока вот так вот сделаю. Эй, мне кажется, бесполезно. Короче, пацану, надо валить. Надо валить. Это надо валить. Ну, мы не сможем тут выиграть. Разве что, может быть, возьмем вот тут вот Райлу. В чем я очень сомневаюсь. Так, а она нам чем поможет, в принципе? Рискнем, что ли? Риск, конечно, дело благородное. Ну, я бы пасанул лично. Там явно нам карт нормальных раздадут. А у него карт уже нет ни хера. У нас еще две. Короче, давайте пас. Серьезно, сейчас просираете вот это вот позорно? Просто я не хочу. Там, может быть, реально нам дадут хорошие карты. Стойкость! Я не заметил, что у него стойкость. Снова на фронт. Собаки дикие. А как играть тогда? А кому ты будешь повышать, скажи? Кому ты будешь повышать? О! Раз. Два. Хорош! Вот и живи! Сейчас будет больно! Сейчас будет очень больно, собаки. Тиши ты. Вдруг были другу сбежать. Что творится-то, а? А ну, подожди. А ну, вот так. Хорош! А ну, вот так. Хорош! Сучьи дети. Так, тут пока конец хода. Горите, твари. Но все равно, блин, все равно. Все равно, понимаешь? Все равно. Толку-то с этого всего. Ведь думаешь, я их сейчас завалю? Всех, серьезно? А я вот в этом очень сомневаюсь. Давай их сразу уравняю. Если кто будет спрашивать. Только, конечно, толку от этого никакого. А у них хотя бы гореть будут. А что этот косинец сраный сделает? Хоть и они есть, а как же. Как вам сапоги жмуть? Вот же отстой. А в колоде-то никого нет? А толку? А кого будет... А кого будет вызывать, скажите мне, черная райла тогда? Если ты в колоде никого нет. Я просрал этот бой, да? Походу я его просрал. Похоже на то. Нет, не серьезно. Я его просрал. Реально, если бы еще этот ряд горел, и постоянно бы они поджигались, то... Был бы какой-то разговор тогда еще. А так... А так, ну что толку разговаривать-то? Видишь, чуть-чуть не догнал. Короче, вот эти вот дайрлян-ветераны... Их надо бояться, серьезно. Когда он их выкладывает, надо бояться. Надо делать все, чтобы их как-то быстро убивать. Что-то, когда выкладывается очередной дайрлянец... Они друг друга начинают... То же самое вот. То, что ты подумал, то и начинают они делать. И бы из-за этого повышаться. Так, хорошо. Правда, пока ничего хорошего, но все же. О, да ты пока тут ни к чему. Бляха, че так все какие-то слабые все. А у нас вообще Вагенбург есть? В окону Вагенбурга у нас нет, только повозка есть. Надо будет Вагенбурга себе сделать, нарисовать. Он тоже может нормально влиять на ход битвы, потому что... Его выставляешь, потом возле него все остальные... И броня повышается ему. А потом на это значение брони он выстрел делает. Охеревший просто. Че ты не ходишь? Кто ходит сейчас? Я хожу. А, я хожу. Хе-хе. Снова на фронт. Вот вещь, как он выкладывает. Ну, пускай, может, он сейчас этих Дэрлядов на выкладывает. Я лично не против. Давай хотя бы... Да, ща, сразу пивко положу. Ща, собака присмопчится к нему. Ну, не, собака не пьет. Дед пьет. Дед нормально. Тишит. Вдруг будет у деду полагается. Так, теперь смотри. Теперь, короче, валим сразу их. Неплохо. Деда усилили. Можно, конечно, какой-то ряд поджечь, а можно... А можно выложить пока повозку. У меня-то уж нету сил. Собственно, почему бы и нет. Может, и того, может, и спасавал бы сейчас, чувак. Тебе все равно надо поберечь своих этих... Дивизия Магна. Так, понятно. Магну надо валить. Магну, потому что, наверное, будет копии постоянно призывать. И... Это будет нехорошо. Поэтому я бы сейчас лучше Габаром бы ее увольну. И сделал бы вот так. Да пасуй, все, правильно сделал. Так. Все, ходов я просирать не буду. Пока меня все устраивает. У него там остаются сильные карты. Он пока сыграл, он совсем мало сыграл. А эти еще плюс остались. Они же стойкость-то сохраняют. Ну, допустим. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давай какое-нибудь украшение сыграем. И что дурно. Вроде не должно дымить. Брони. Ну, хоть так. Хоть уже что-то. Ой, там у него этих даэрлян-ветеранов. Много-много. Сейчас дивизия Магна будет тоже рождаться. Сделаем пока вот так вот. Пока конец хода. Ну, естественно. Дисциплина, вот чего вам всем не хватает. Бригада Импера пошла в ход. Кого бы нам тут бы выложить сейчас? Это прям вопрос на миллион. Давай Рейнарда выложим. И этому добавилась способность. И я могу, короче, сделать вот так. Перетасануть чуть-чуть. Так, 10-10. 11. Давай сделаем вот так вот. Блин, сейчас бы вот эти шестерки вальнуть бы только. Было бы круто. Может реально использовать северный ветер? Во, серьезно. Круто же. Ну, у нас пока тоже мало очков. И у него мало очков. Пока нормально. Так, бригада Импера. Нельзя, чтобы были смежные отряды, походу, да? Или это вот эти смежные? Да, бригада Импера ветераны смежных усиливают. А обычная бригада Импера ни хера не усилит. Она что-то другое делает. Угу. Хорошо. Ладно. Сделаем пока... Бля. Смотри, что творят. А, в дальнобойный ряд нельзя выкладывать. Тогда, если, короче, мы выкладываем в дальнобойный ряд кого-то, то эти усиливаются, твари. Блин, просрал. Короче, ладно, не важно. Применю пока вот так. И заберу пока Рейнарда сюда. Так, разведчик пошел. А вот тут я спасаю. Потому что, блин, где черная Райла? Где Хавьер Леменс? Мне нужны эти карты, чтобы победить. Я тут хер затащу. Я просто берегу специально огнеметчиков, чтобы сейчас поля сразу поджечь. И чтобы они весь раунд горели. Вот. Вот. Ну, хорошо. А Леменса я достану сам уже. Все, ребята, ты проиграли. Ты проиграли, говорю, ребята. Мы с ребятами на ты. Пусть кидают себе понты. Проиграет, проиграет. В жопу хер мы получает. Так, а ну что у нас? Черная Райла. Давай сначала, наверное, выложим вот так вот. Чтоб дед сразу присутствовал. Смежные отряды будут усиливать. А теперь сразу выкладываем... Сейчас будет больно. ...вот эти карты. Моментально просто. 9, 13, 11. Хорошо, давай вольну пока тебя, разведчика. Чтоб деда хоть усилить. Теперь сюда кину. Конец хода пока. Вот, начинается Дайрлян обуться скотов своих выкладывать. Там, где Дайрлян, надо сразу долбануть вот эту бомбу. Отлично. Снова на фронт. Тут просто без подожженных рядов было не справиться. У них очень сильное войско. Это какой-то, блин, странный лагерь, и такое сильное войско его охраняет. Офигеть. Кровь. Все у нас по крови. Давай сперва Райлу положим. Пока живу! Не сложу оружие! Только давай пока молча не складывать, окей? Нам надо как-то этот бой побежать. А у них все повышаются и повышаются. У нас с каждым Дайрляном повышается. Но мне кажется, они прострали, потому что там одна карта осталась. Если даже они что-то повысят, у меня еще... Райла может навызывать, у меня еще Ода может повысить. Райла, она снова навызывает. У меня еще кровь. Две карты добавляет. Короче, нормально, живем. Сейчас я даже так вот растащу их просто в хлам. Смотри, как это делается. Я приказываю делать вот так. Опа. И тут, и тут, и тут, и тут. Вот так вот раз. Сюда, пожалуйста. Вот так вот раз. Продолжай пополать дальше. Хорошо. А теперь смотри. Опа. Ее величество. Как красиво дай. Че? Раз, раз, раз. Хе-хе. Опа. Приветствую. Опа. В чем дело? Хе-хе. В чем дело? А дело в том, что ты просрал. А, это этот сказал. Это алхимик. Алхимик, ты выиграл. Ты нормальный. Чувак, ты тащишь. А остальные? А, так у меня был Вакенбург. Я что-то как-то... А что? А где он пропадал? Что-то я его забыл за него. Ну и ладно. И был, и был. И я рад, что он у меня был. До свидули. Все, конец хода. Чувак, теперь че? Че будешь теперь делать? Блин, Райла это самая классная карта. Вот ни грамма не жалею, что тогда выгнал Избель вместо Райлы. Потому что Райла, она нам очень сильно помогает. Смотри, как она помогает. Мы растащиваем просто в ноль. Ну не знаю, кого-то можно еще вызвать. Давайте вас вызовем. Толку от вас, конечно, уже не будет. Так, давай так. Ну и пас. И все. Чтоб типа уже козырнуть, что настолько отрыв большой у нас. Фух, со второго раза затащили. Ну как бы, да. Бывают и такие бои посложнее. А то что-то как-то я всегда говорил, что сильно легко. Как-то это... Так, письмо. Черные ночи, черные сны, кровью бессонные очи полны. Наша хозяйка в болотах живет. Ты не укроешься здесь от нее. Высосет силы, ума дурманит. Ласковым словом в омут заманит. В топе обрящешь ты вечный покой. Радуйся ныне, покуда живой. Это что за Аленушка? Я думаю, что это такое? Какая-то хозяйка, которая в болото заманит, высосет. Это Аленушка сто процентов. Это очень редкая мифическая тварь нашего фольклора. Она ищет своего братца Иванушку, но того не помнит, что она по пьяни его соврала когда-то. Так, тут головоломочка. Ну да, потом пойдем. Тут что-то явное есть, это точно. Тут круг какой-то тоже друидов. Смотри, там камни зевают. Спать хотят, рот открывают. Так, а тут у нас что-то можно забрать. Короче, нам письмо какое-то попало, что в болотах живет какая-то тварь, которая тебя высосет в воду и заманит, утопит и одурманит. Это сто пудово, Аленушка, я тебе отвечаю. О, а теперь смотри. В принципе, не сильно далеко. Короче, у нас вдохновилочка уже до ромбика дошла. Поэтому я предлагаю нам сейчас прошвырнуться на такой кросс-поход небольшой по пересеченной местности легким берам. И вот добраться до этого алтаря, который находится где-то вот тут вот возле лагеря. Это красиво просто, смотри. Опа! Хопа! И треугольничек позеленил. И можно возвращаться туда, откуда мы пришли. Кстати, тут дождь что-то постоянно херачит. Он тут не прекращается. А вот тут уже его нету. Почти. Сейчас. Сейчас здесь его точно не будет. Сейчас его не будет. Сейчас его не будет здесь. Вот, видишь, уже нету. Там дождливое место, я не хочу туда возвращаться. Лучше я к Аленушке пойду. И сапогом порылу ей бумажу. Красиво так. Королевским своим ботинком. Тупик. Туда я могу потом зайти. Давай сперва пойдем посмотрим, что там за круг из зевающих камней. Может так и называется круг зевающих камней. Это деревня? Госпожа! Разведчики нашли в этой брошенной хате горы золота и паразитов. По их словам, пол черен от упившихся кровью пиявок и личинок. С потолка свисают неты, при окна затянуты паутиной. Я спрашивал, нет ли ли желающих пойти туда за ценностями. Никто не вызвался. Боятся. Тогда я сама назначу добровольцев. Ты, ты, ты там сзади. За дело. Плюс 400 золотых. Зато вдохновение. Зачем я тогда его повышал? Ничего удивительного. Дом, наверное, прокляли. Поехали дальше. Я так и сделаю лучше. В смысле? Они дают, понимаешь? Надо вот это вот сделать. Я, блядь, не хочу... Почему нельзя, если ты принял решение? Почему нельзя знак вопроса убрать и больше не решать ничего? Мне потом новый алтарь, что ли, ищи? Прийти на наше болото легко. Покинуть их уже труднее. Э, бабушка, долей мне лучше чарочку, водярочки. И мы покинем это болото навеселее. Ой, все, короче, болото, болото. Я знаю, что прийти нелегко и покинуть труднее. Налила бы ты мне лучше, старушка. Или уже у тебя закончилась одна болотная вода и тина. Ладно, короче, хорошо. Раз по-другому нельзя, окей. Я зря только... Блин, зря только повышал. Так а все равно, а не зря. Потому что если бы не повысил, был бы красный треугольник вниз. И потом бы я пошел, повысил бы до ромбика, и ромбик был бы в любом случае. Хотя бы... Пускай уже хотя бы так. Где-нибудь явно еще алтарь найдем и что-нибудь, короче, может быть, сделаем то, что вдохновит наших всех. Это что такое, бля? Мэва приметила в отдалении темный силуэт, напоминавший Беретино. Это был огромный обелиск, стоявший посреди мокрой полян. На камне были закреплены десятки металлических колец, которые позвякивали от сильного века. И чё? К кольцам были привязаны животные. Коровы, ослы, забаки. На их шкурах было полно мелких ранок, из которых понемногу сочилась кровь, приманивая тучи комаров и мышкары. Некоторые животные еще дергались, натягивая ремни. Другие уже при смерти лежали без движения в высокой влажной крови. Из лесу, с противоположной стороны поляны, появилось несколько крестьян, которые тащили на веревке пула. Животное убиралось с копытами, должно быть, чувствуя, что его ждет. Королева решила расспросить мужиков, зачем они обрекают животных на такую гивель. Оказалось, что это жертвы болотным водам. Они вокруг нас, совсем рядом. Расшептала беззубая старуха. Они прячутся в мутной воде. А как услышат, что каплят кровь, придут сюда, чтобы насытиться и проявят милость к тем, кто дары принес. Серьезно, бля? Ты в это веришь, бабуля? Ты всю жизнь приносишь им дары, а зубов у тебя все меньше и меньше. Ты что, дура старая или что? А остановить кровавой ритуал, принести жертву болотным богам не вмешиваться. Остановите, это что это такое? Всяким Алёнушкам дары приносят, а они зубы у баб отбирают. Я не знаю ваших богов, сказала королева. Но ни одно существо, которое требует таких жертв, не заслуживает почестей. То, что вы делаете с этими животными, бесчеловечно. Я не допущу этого. Хочешь, прогони нас, отвечала старуха. Но как только ты уедешь, мы вернемся. Знаю. И потому позабочусь, чтобы вам было некуда возвращаться. Не обращая внимание на протест и просьбы крестьян, Мэва приказала уничтожить обелиск. Солдаты схватились за привязанные к нему ремни и начали терять. Минутой позже камень рухнул вниз и рассыпался на куски. Говоришь, что не знаешь наших богов? Старуха прищурила глаза. Не боись, зуб. Не боись. Скоро ты их узнаешь. Запутают вам тропинки. Болезни наведут. Разум отнимут. Пропадете на этих бомбах. Все до единого. Проклинаю вас именем Гернихоры. Мэва даже не взглянула на старуху и не слушала ее в обувь. Но простые солдаты шептались меж собой о проклятии, о любую неудачу или несчастье с тех пор считали карой за совершенные святотатами. Серьезно? Ну, ну, нормально все? А, все нормально. Блин, я думал сейчас опять понизится. Куда же уже? Короче, а что это за какие-то следы большие? Как будто великан ходил. Смотри, блин, обелиск. На него даже посмотреть нормально не успел, уже развалил. Проклинают нас именем какой-то там Гернихоры. Кто это? Гермионы какая-то. Блядь, это Гарри Поттер что ли? Алло, здорово. Или может это Каленушку местную зовут? Опа, смотри. Ха-ха. Пол ебала отхватили. Пацаны, а у вас тут что, ничего нету? Я, блин, зачем сюда пришел? Чтоб просто ритуал разрушить и все, и уйти. Мэва разрушительница. Давай, валей отсюда. С тобой, видишь, даже никто общаться теперь не хочет. Так, а по карте у нас что? Вот это, блин, такое место было, знаешь, эпичное. Прям на карте я смотрел, думал, что там такое? А тут даже никакого сражения не было. Просто мы пришли, расхерачили, все, и ушли. Тогда через мостик сейчас переберемся. Пойдем туда, может, хоть тут сразимся. Тут, скорее всего, будет, наверное, очень большой лагерь укрепления нильфов. А вот тут что? А где? Куда я? Короче, просто топи. Это уже нас, Гернихора. Это заманивает Гермионы, короче. Вот эти в тропинке заводит Аленушка, короче, в свои. Хераси Аленушка и братец Иванушка. Ну и он нахер тут ходить. Я лучше вон по этим, по выверенным тропам пойду, где я уже реально, моя нога ходила, моя нога ступала, нога помнит, нога нюхает эту тропу и знает, что вот это знакомый запах, нам туда идти. Что туда, ты там пойдешь, ты точно там не забудешься. Вот это нога, ноге, я ноге своей доверяю, понимаешь? Ноге надо доверять, а если ты ноге не доверяешь, то некую в болото вообще ходить. Так, что тут у нас? Крепость Гервина. Еще какая-то Гермиона. Что это? А, это бандиты. А вот это Гервин, наверное, стоит, да? Хе-хе, слава и главный. В Ангроне все гниет еще при жизни. Деревья преют, исхудавшие животные покрываются гноящимися ранами. Все это приводит к тому, что над болотами стоит душное вон разложение. Поэтому, когда в отдаленном закоулке болот лирийцы учуяли приятные запахи, дымочега, аромат жареного мяса, они остановились как вкопанные. Идя на запах, разведчики выбрались на обнесенную чистоколом полянку. В спущении межбрегин был виден небольшой фонд. Чьи флаги там висят? Спросила королева. Ничьи, королева? Нет ни золотого солнца, ни серебряных лилий. Подозрительно. Давай постучимся. Мэва несколько раз ударила щитом в ворота. Минуту спустя на стене появились воины. Командовал ими бородатый мужчина. Еще все? Одна строчка только. Там Брэнда видел, сколько было написано? А тут? Кто вы такие? И что здесь делаете? О, это Гервин и есть. Мэва, королева Лирии и Ривии. Я веду войну с Нильфгардом. Что? Какая-то война идет? Ха, вот это новости. Хотя мне все равно. Меня звать Хромой Гервин. Я правитель этих земель. Меня звать Морган Чешущийся Глазик. Сейчас очки одену и продолжим. Правда? И кто тебя назначил? А я сам. Ангрен крайне малый. Руки князей да императоров не всюду достают. Этот кусочек болот мой. Потому как я его себе присвоил. Хераси захапал, значит, бандюга. Слышь, а ты с Колвелом договорился? Ты ему на лапу даешь? За крышу там, не знаю. Поговорим, стало быть, как один правитель с другим. Мэва, мне все равно, кто выиграет войну. Ты или Нильфгард. Но с победителем я хочу быть в добрых взаимоотношениях. И вот тут готов тебе помочь. О, так ты нормальный, да? Мы с тобой драться не будем. Будьте как дома. Грейтесь у моего очага. Угощайтесь за моим столом и отдыхайте в теплых постелях. Но. Только сначала поклянись, что не нарушишь законов гостеприимства. Хо, принять приглашение, принести клятву, отступить. Если отступлю, будет неинтересно. Мы, может, какой-то сюжетный кусок пропустим. Давайте лучше принесем клятву, а там, может, нарушим. Я же королева, мне можно, если что, позволить себе все. Будь по-твоему. Клянусь богами и предками, что мы будем верны священным законам гостеприимства. Конечно будем, чувак. Ты видишь, как у меня честное лицо? Я буду пить твое пиво. Буду спать на твоих кроватях. Буду честно нарушать, соблюдать все клятвы, конечно. Ну, тогда добро пожаловать. А, спасибо. Порт был устроен просто. Сложен из бревен и покрыт соломой. Но внутри было сухо и тепло, а столы ломились под тяжестью блюд, от которых шел пар. У Мэвы душа радовалась, когда она видела, что на лицах издуренных солдат наконец-то появляются улыбки. Блин, это нормально. Мы даже вдохновилочку себе повысили. Неожиданно так. Посреди болот, оказывается, есть, знаешь, место. Вот никогда бы не подумал, посреди этих бонни, разложения всех этих червей, личинок и топей, гермион всяких камней ротатых, есть место, где реально живут все люди, как в раю. И тупо хуй не дуют. И даже вообще ты тупо зашел, как будто ты не на болотах, а где-то реально на каких-то там ухоженных землях, полях там. Как будто ты в тусэнд попал, знаешь. Гервин оказался радушным хозяином, который с равной готовностью делился, как яствами, так и историей. Сейчас что-то будет явно. Он открыл, что некогда был командиром роты наемников. А вангрен попал случайно. Увидел, что власть ни одного из правителей до этих земель не дотянулась и принял окрестные деревни во владение. Люди тут дикие, строптивые. Сказал Гервин, попивая вино. Для их же собственного блага их нужно держать на коротком поводке. Не то они нам мигом в глотку вцепятся. Это я уважаю. Это вот тут я согласен с этим, да. Поздним вечером, когда солдаты заснули под столами, Мэва пошла проверить, хорошо ли позаботились о ее кобыле. В конюшне она встретила батрака. Тот при виде королевы тут же пал на колени и отвел глаза. Королева заметила, что на шее у него висит что-то странное. Это была человеческая кисть, полусгнившая до костей, перевязанная шнурком. Что? Что это? Рука моей супруги, госпожа. Выдавил батрак. Господин Гервин поймал ее, когда она харч выносила. Отрубил ей руку и мне носить велел. В назидание, чтоб памятник было. Не говоря ни слова, Мэва пошла в бараке обслуги. При слабом свете факелов она осмотрела крестьян. Все они были напуганы. Их тела покрывали свежие кровоточащие раны. Королева чувствовала, как в ней закипает бешенство. А вот тут-то и дилемма. Вот не зря я, не зря я думал, что клятву придется нарушать. Потому что видишь, как Гервин обходится своими крестьянами. Ну, может крестьяне там сами воруют, но воруют от того, что он их, может, не докармливает. Хер его знает. Тут либо их освободить от власти Гервина, либо сдержать клятву и не вмешиваться. Ну, я буду освобождать, потому что, ну, как можно? Это же жестокое обращение с людьми. Как бы я за пацифизм и все такое. Тем более я хочу в землю освобождать. И, короче, это неправильно. Я теперь не буду. Я не в Махаками уже, где мне надо какие-то там ограничения соблюдать. Кому я тут клятву, в принципе, давал? Это кто это? Что это за хуй бородатый был? Кто он вообще такой, что я должна клятву еще сдерживать свои? Это что он нахуй? Гер его затрубило в рог. Минуты позже двор заполнился лирийскими солдатами, которые еще в коропях натягивали доспехи и пояса с печами. Видя это, наемники Гервина насторожились и схватились за оружие. Гервин! Ряпнула Мэва. Выходи! Выходи сей же час! Толстый наемник появился в окне и гневно нахмурил брови. Не знаю, что ты собираешься делать. Сказал он. Но напоминаю тебе о клятве и законах гостеприимства. Да, я уже видела твои жестокие законы, изувер. Твой власть и пришел конец. В атаку! Какое гостеприимство? Гостеприимство уже было в прошлом. Мы уже выстроили то, что ты нам предложил. Пайлитель болот. Сорок, нихера себе. Мэва проклинала свою наивность. Ей надо было сообразить раньше. Она должна была заметить глубокий шрам на шее слуги, который открывал им ворота, выбитый глаз старца, присматривавшего за скотиной. Обратите внимание на то, как дворовые девки прячут глаза с от стыда. Меч королевы со звоном выскользнул из ножен. Не обязательно убейте хромого Гервин. Обязательно! Сейчас я его завалю, паскуду. Давайте, потому что нехер так своими крестьянами обращаться. У нас дополнительные карты какие-то есть. Это кто? Это где? Опа, вот это хорошо. Только надо нам, ко всему прочему, надо нам добавить себе черную Райлу. Как-то обязательно ее где-нибудь найти. Просто без вот этого, типа, нету смысла. Ну, хер его знает. Бляха. Райлы нету, понимаешь? Как сразу-то атакуют! Ты посмотри, что делали. Пять-пять-сорок. Так, что у нас происходит? А какие дополнительные карты? Дополнительные карты, это, наверное, Гервин или что? Лучники Гервина. Что они делают? Приказ. Распределите четыре единицы урона между всеми вражескими отрядами. Четыре единицы урона. Ага, понятно. Тебе что, жалко этих грубиянов? Хромой Гервин. Приказ. Уничтожьте заблокированный вражеский отряд или заблокируйте вражеский отряд. Заблокированный. Ага. Черен нужно держать на коротком поводке, а не валять плетки. Заблокированный. Он может его уничтожить, короче. Понял? Предлагаю сразу усилить... А, деды дополнительные. Я понял, деды дополнительные. Предлагаю сразу их усилять. Так, по Гервину долбанули чуть-чуть. Ставим, ставим. Теперь, короче... Для друга все, что угодно. Блин, я что-то перепутал. Я думал, Вагенбурга... Ну ладно, ничего страшного. Так, допустим, 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 допустим. Пока конец хода. Опасно. А что происходит? А что эти делают? Наемники Гервина. При размещении усиляют лучников Гервина в руке. Колоди и наполи на 4 единицы. Затем увеличьте число зарядов хромого Гервина на 1. Это наша земля. И законно тут устанавливаем мы. Хромой Гервин. Усиляют число зарядов. А какие у него заряды? У него нет сейчас зарядов. Опасно, блин. 5-5. Опять... Блин, вот это, конечно, серьезно. Что же нам придумать-то сейчас? Сделаем пока так. Тупо катают, тупо катают нас, как сынок. Блин, ты смотри, короче, лучники эти... Точнее, ну да, лучники усиляются с помощью наемников. Ты же обострись. А ну на. Блин, пометили, пометили вот этих всех. Давай, короче, вот так. Если Гервина убьем... Если Гервина убьем, мне кажется, тогда мы выиграем этот бой. Панталон, ты соврал. Что соврал? Пивко. Охереть. Ты смотри, он, короче, Вагенбурга убил. Вагенбурга забрал. 4 урона. Подожди, а ну а... Давай вот так пока сделаем. Хорошо. Так, теперь, теперь, теперь. Сейчас главное метим тупо по Гервину. Если Гервина завалим, мне кажется, мы тогда выиграем. Я уверен почему-то в этом. Это кто? Лучник Гервина. А, и такой же самый, просто сильный. А ну и смогу ли я забрать Райлу? Смогу. Отлично. Забрать Райлу, забрать вот его. Раз, два, три, раз, два, три. Хорошо, еще можно две карты сюда поставить. Шесть, семь, восемь. Отлично. Тут сюда вот так. Хорошо. Тупо валим Гервина. Валим Гервина. Вообще, со всех орудий, со всех тупо баллист, арбалетов, луков, щитов, эморгенштернов. Тупо со всего валим. Поджигаем. А, подожди, давай сначала вот так вот сделаем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, шесть, семь, восемь. Так, хорошо. Сюда, сюда. Теперь, теперь, теперь. Устраиваем поджог в этом ряду. Эйди головы! Повозка нам нужна, не нужна? Не, лучше нам надо Ода. Лучше Ода пускай будет. Рота, подъем! Так, хорошо. Теперь, теперь, теперь. А давай сразу, вот че я? Тупо зачем нам что-то выдумывать, если можно молнией долбовуть? Он же самый слабый был, а молния бьет самого слабого. Отлично, пошел ты в жопу, Гервин. Вы, говорю, так с людьми обращаться. Ты че? Я, Мэва, освободительница. Гервин, хотя я действительно был хромым, оказался хорошим воином. Ну, не таким хорошим, как Мэва. Королева выбила топор из его руки, а когда он упал на колени, отрубила ему голову мечом. Красиво. Та покатилась к ногам сжавшихся крестьян. Вы вновь получили свободу. Прохребела Мэва, вытирая меч. Но легко можете ее потерять. Ангрин занят нельфгарцами. И рано или поздно они сюда доберутся. Спрячьтесь в лесу и не выходите, покуда над болотами развивается знамя с золотым солнцем. Мерийцы оставили крепость еще до рассвета. Сжав губы, королева ехала во главе процессии. Она ненавидела, когда приходилось нарушать свое слово. Ну а что поделать? О, зато мы карту получили. Две меритовые кандалы. Кстати, мы еще диванную эту, диванную руну не посмотрели. У нас, к слову, ромбик. Но ромбик это не так еще плохо, поэтому живем. Скорбы нам, смотри, дали тыщеночку и двести древесины. А тут мы не сможем зайти. Благословят. Короче, зайти мы не сможем. Просто они нам повыкидывали скорбы сюда и сказали, забирайте. Вот это все ваши, короче. Нормально, вот это мы, смотри, разжились. Вот это мы разжились. Так, предлагаю почитать, что у нас тут какой-то рапорт есть. Кодекс Гервина. Слушай сюда, холопы. Всяческие злодеяния будут караться с высочайшей строгостью. Закраживать сечение руки. Задерзать от сечения языка. За лень и нелени родивость. 50 ударов кнутом. За попытку сбежать. Смерть. Да к тебе же смерть уже и пришла. Так, давайте посмотрим пока перед концом серии, и тогда что у нас за руны, короче, появились. Руна одна, точнее, и там еще какая-то карта украшения тоже. Так, руна Девана. Дивана. Сдерживание. Создайте копии 3. Отряда на поле способностью завещания. Затем уничтожьте их. Мое острие ранит все острее. А кто у нас по завещанию? Надо, короче, будет почитать. Это надо разобраться. Завещание. Завещание это легкая пехота. А это что? Двимеритовые кандалы. Или нелегкая пехота. Сейчас посмотрим. Призовите бронзовые отряды 3 из колоды противника на вашу сторону и заблокируйте их. Из колоды противника. То есть в кандалы их заключить, типа, и заблокировать. Чтобы они ничего не могли сделать. Реданцы защелкнули наручники на вывернутых на спину руках чародея. Тиранова или Тиранова закричал, задергался, согнулся, захрипел в пазы вервоты. Геральт уже понял, из чего сделаны наручники. Это с книг, наверное. Я еще до туда не дочитал пока. Так, а хорошо. А где у нас пехота вообще? Именно вот легкая пехота. Карты легкой пехоты. Они у нас, походу, не сделаны. Черт бы их побрал. Походу, их вообще, блядь, нет. Но там, походу, у них завещание. Вот просто у них, походу, оно есть. Легкая пехота. Вот. Завещание. Нанесите 6 единиц урона случайному вражескому отряду. Аж 6, понимаешь? Поэтому совмещать, совмещать как раз-таки руну дивана с легкой пехотой можно. А легкую пехоту мы призываем с помощью колесницы этой, да? Ну да. Повозки, точнее. Может нам руну дивана положить? Ну, она просто не всегда будет срабатывать, как бы. Кандалы, пока не вижу смысла в них. Чучело. Ну давайте попробуем, почему бы, собственно, и нет. Давайте пока вместо... Северный ветер. Северный ветер. По 4 единицы урона всем поврежденным вражеским отрядам. А если я вместо северного ветра буду руну дивана использовать, то пехота, если она у меня, конечно, будет, будет наносить 6 урона, да? То есть это как бы больше. Давай попробуем. Не знаю, как оно будет вообще у нас совмещаться с нашими всеми этими отрядами. Такое, типа. Посмотрим. Может быть, тут надо что-то построить. Давайте глянем, что у нас в мастерской. Столовая у нас уже все апгрейдили. Тут. Прибавляет 2 единицы брони каждому вашему отряду в начале боя. Частокол давайте завершим. Серьезно, у нас древесины хватает. Сейчас, конечно, не будет уже ни на что хватать. Но зато у нас будет по 2 брони. Это хорошо. Воины будут вдохновлены прям этим, я надеюсь. Все, я так понимаю, что эту часть карты мы всю посмотрели. То есть вот это вот, где мы хотели, вот это вот все, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Мы обошли. И клад даже тут нашли, смотри. Красавчики просто. Поэтому мы в следующей серии уже пойдем вот наконец-то по сюжету и будем обходить тогда вот эти вот земли. Вот эти вот земли, вот эти вот, вот эльфийские руины. Дойдем до них, лагерь посмотрим. Тут что-то, короче, ограждено тоже какой-то лагерь походу нильфов. Потому что они защищают подступы к колдулу. А там уже туда-сюда пара серий, пара тройка может серии будет колдул. Так что готовимся к этому. Еще головоломка предстоит. Блядь, ненавижу. Вот какая может быть в лагере, в лагере нильфов головоломка, если это, конечно, в лагере нильфов. Но узнаем об этом уже потом. Пока что оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставим палец вверх. Удачи, всем новых встреч. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова